Программа выходит при поддержке Комитета информационной политики Вологодской области. Здравствуйте, это программа «Такая работа», профессия, о которой сегодня будем говорить, зародилась в 20 веке. Специалистам этого дела нужно обязательно быть юридически подкованными, физически выносливыми, но и при этом еще и уметь обращаться с оружием. С настоящим профессионалом этого дела мы сейчас с вами познакомимся. Александр Рыбин. Родился в Новгородской области в городе Сальцы. Послужил в армии в морской пехоте и в 2001 году переехал в Череповец. Устроился в ряды милиции в конвойную роту. Параллельно стал получать юридическое образование. Перевелся в отряд мобильного. Особого назначения и вот уже как 10 лет он служит бойцом оперативного взвода. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы чистите оружие, вы к чему-то готовитесь или это после чего-то его чистите? Постоянно оружие держим в чистке. После стрельб и так повседневно очистка у нас бывает. То есть каждый день чистите? Да, смазываем, чистим. Оружие должно содержаться в чистке. А вы его с собой носите? Конечно. И домой носите? Нет, домой не носим. Все здесь? Здесь, здесь, да. А вообще с чем приходится работать? С каким еще оборудованием, оружием? Только в закручении? Нет, у каждого закреплено не одно табельное оружие. Пистолеты являются табельным оружием. У меня вот ПМ, есть еще три автомата. И все на вас записаны? Да. А еще? Все, три автомата и пистолет. Ну еще же, дубинка есть. А, так это не закреплено, но каждому выдается по приходу в отряд. Это спецсредства, наручники, там, защита для массовых, бронежилет, каска. У каждого все свое индивидуальное. А сколько весят бронежилет? Они разные, по-разному весят. Самый тяжелый где-то около 15-13 килограмм. Это сверху 13 килограмм? И с ними еще ведь ходят и бегают даже? Да. А как же можно с такой тяжестью долго находиться? Вы как-то занимаетесь, тренируетесь где-то? Ну, его долго не рекомендуется носить, как бы, нагрузка на спину. А так, тренировки проходят, все равно на выносливость, бронежилет, в шлеме, в этой укладке бегаем. То есть, мало того, что вы должны поддерживать физическую форму, умеете обращаться с оружием, вы еще должны знать и правовые нормы? Конечно. Ну, вообще, распространенное мнение, что вот уж ОМОНовцы, они такие, ну, просто, просто сила. Нет, почему? Знание законов-то обязательно, ты должен знать, действовать по закону. Хотя бы, вот, применение оружия, ты же должен знать, когда, в каких случаях ты должен его применять. Чем занимается боец оперативного взвода? Ну, так скажем, всем. Охрана общественного порядка, задержание преступников, предотвращение преступлений. В общем, всем, всем, чем занимается милиция, полиция. Часто подключают, как бы, к выполнению, к заданию. Ездим в командировки служебные. Куда? В Чеченскую республику, а там уже ездим и в Ингушетию, и в Дагестан, и в Кабардино-Балкарию. Куда отправят? А вы мне покажете средства бронезащиты? Да. Пойдемте. В личном шкафчике у Александра хранятся ПР, она же палка резиновая и телескопическая. Два бронежилета, один полегче, выдерживает удары ножами, палками, а другой 15-килограммовый и выдерживает впадание пуль. Каждому бронежилету идет и свой шлем. И все так же один полегче, похож на мотоциклетный, а другой пулевой. Увесистый. Ну а вообще с кем ОМОН непосредственно контактирует, сотрудничает, может быть, с другими службами? Со всеми службами. Ну как со всеми? Со всеми, начиная с участковых, с ПДН по несовершеннолетним работам и заканчивая криминалистикой. А если вот что-то где-то происходит, вот мало ли там сказали... У нас есть резерв, нас поднимут. То есть даже ночью, если спишь дома, тебе могут позвонить в любой момент и сказать, все, въезжай. Конечно. А как скоро должны добраться? Просто подъем резерва. То незамедлительно. А если просто по тревоге, то полтора часа максимально. Полтора часа, это надо собраться и до сюда донести. Где бы ты ни был, да. Во всех случаях поднимают. Чаще всего, если такое срочно, что либо держание заложника, либо кто-то там с оружием балуется. Я не помню, в каком году, это вот молодой человек, я в ночь работал, молодой человек хотел в 104-м дом взорвать, ну, квартиру взорвать. Выпил, пришел домой, видимо, переклинило и стал этот газ запускать. Все, везде газ включил. И вот, как бы, командир у меня, Александр Михайлович, был ответственным по обе. Он приехал, вот мы задерживали его, штурмовали, взяли без потерь, без всего. Не успел он, зажигалка не успел чиркнуть. А как же узнаете, что он газ напускает? Или он еще и предъявил? Мать, мать вызвала. А-а-а. Ну, как бы, все удачно. Разбили стекла, выпустили газ. Были вызваны сотрудники МЧС, они дверь нам скрывали, выбивали. А это какой этаж был? Пятый, последний. В дневное время работали тоже в экипаже с напарником. Там вызов получили на фанеру, на ФМК, что молодой человек хочет покончить с собой. Даже по таким случаям вы выезжаете? Так а как? Тоже же вызов. Приехали на вызов, а он сидит на балконе на четвертом этаже. Многих свесил, тоже в нетрезвом состоянии. Пришел домой и матушке попросил деньги, а мать отказала, что, говорит, пьет уже беспроводно. С сотрудником, как бы, с напарником стали, как бы, разговаривать с ним, заговаривать ему, как говорится, зубы. И, выбрав момент, схватили его и затащили в комнату. Потом доставили его для разбирательства в второй отдел полиции, потому что, как бы, с ним должны пообщаться и психологи, и учащий школы. В тот день он поднял все службы, МЧС, скорую. Сам позвонил, что сейчас сброшусь. Так это вам еще и психологом надо быть? Нет. Ну как, не обязательно. Ну как, у нас занятия во психологии проводятся, у нас по всем предметам занятия проводятся. Должен, как бы, знать-то, когда и как разговаривать. Когда на повышенных тонах, а когда на таких тонах, чтобы человеку успокоить. Вкратчиво. Да-да-да, внятно. Люди же разные. Приезжаешь на вызов. Бывает, упадет девушка или женщина в нетрезвом состоянии, а они самые неадекватные. И вот как-то она, к ним подход искать. С кем-то грубо она начинает разговаривать, чтобы как бы, чтобы испугалась она и уже как бы. Они лучше разговаривать начинаешь с собой. С кем-то она повежливо разговаривает. Чтобы успокоить человека, а вот у него там семейные какие-то грамоты, семейные проблемы. Начинаешь как-то спокойнее успокаивать, разговаривать. Они как-то понимают и вроде успокаиваются. И все приходит в обычный, привычный порядок. Да-да-да. Бабушек понять можно. У них как бы тревога-то. Все вызова-то такие у них, что им кажется, что пакет с обзавчаткой лежит, коробка какая-то. Их можно еще понять. А вот человеков средних лет, там от 30 до 60, понять уже невозможно, вот если такое вытворяют. Ну, ко всем как-то надо искать подход и к бабушкам, и к неадекватным людям. И все же. Разговариваешь. Это не значит, что сотрудник ОМОН не переехал на вызов. Там, как говорится, всем накостылял и уехал. Всегда же так. Надо и по-человечески. Когда требуется сила, ее применяя, а когда не требуется, зачем? В коммунировке, допустим, в той же чеченской школе, все по-другому. Ну, государство тоже, но надо соблюдать и их традиции. Там же мусульманство. Надо соблюдать и традиции, как бы и уважать, их не понимать. То есть лишнее слово не скажешь? Конечно. Поступки какие-то делают? Да, да, да. Не все же там люди плохие. Есть хорошие, что ко всем, если одинаково отнести, так, к миру никогда не будет. 1 сентября мы школу охраняли. За двое суток нас выставили в школы. В их поселке, в котором мы базировались, мы охраняли две школы. Для того, чтобы не повторилась ситуация. Да, да, да. И 1 сентября линейка закончилась, детей всех в школу отпустили, мы снялись. А так все охраняли школу, чтобы ничего, ни машин никаких, никто не пришел, ничего не случилось. Резерв создан. В школе дежурили и резерв на базе дежурил. Потому что, если что, подтянуться в школе. Я думаю, оружие уже все почистили. Пойдемте проверим и пора, наверное, сдавать ее. Ту самую оружейную палату. Комнату. Комнату. Ну, оружие все почистили. Мы должны идти его сдавать. Вас туда не пустят. Жаль. Ну, вам тогда спокойной работы. Спасибо. Чтобы поменьше было волнений. Ну и спасибо вам большое. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Боец оперативного взвода должен быстро ориентироваться в сложившейся ситуации. Ведь с кем-то необходимо просто доходчиво и вкратчиво поговорить. Ну, а с кем-то приходится и применять физическую силу. Ну, а мы с вами увидимся уже на следующей неделе с новым героем из его интересной работы. Субтитры сделал DimaTorzok